Друзья, 15 марта. Посмотрите, какие мы красноморденькие. Ветер сильный. Ноль минус 12 градусов. Просто бумбок. Ужас. Всех лет начинаю на влог. Друзья, я сейчас пришла из магазина. С дружкой ходили в фикс прайс. И смотрите, что купила. Купила я вот этот тональный крем от бренда Зузу. Зузу. Что там с маслом авокадо. В общем, супер-пупер какой-то. Интересный. Смотрите, какая у него матовая такая красивая стеклянная упаковочка. Вот такой вот дозатор. В общем, будет очень интересно его протестировать. Я сделала уже сулочной руке. Правда, руку уже помыла. Ну, вроде бы такой, знаете, влажненький. Влажненький. Есть сатиновый финиш. В общем, нанесу на лицо. И что-то мне прям захотелось даже снять отдельно шорт с ним, чтобы посмотреть, протестировать его в хвост и в гриву. И посмотреть, как он носится будет, как будет ложиться. Чуть-чуть, конечно, светловато. У меня есть затемняющие капельки, которые можно добавить. И будет все прекрасно на лице. Поэтому ждите видео с тестом. Друзья, я вам сейчас хочу рассказать, что посоветовала подолог на педикюре, чем работать со своими ногами, чем их увлажнять и что вообще должно быть в постоянном уходе за красивыми ножками. Значит, смотрите, самое действенное и самое хорошее средство это ланолин для того, чтобы пяточки всегда были гладкими и аккуратными. Его можно использовать в качестве маски. Можно просто смягчать, смазывать в удобное время, когда вы дома, да, ноги. И также это вот ланолин и масло монарды. Есть вот такие вот формочки. Это ланолин и монарда. Значит, с экстрактом монарды для ног использовать. Можно отдельно ланолин найти. Можно купить такое масло монарды и также использовать его в качестве смягчающего, масла или вот сыворотки. Это тоже все вот экстракт монарды для ухода за кутикулой, за локтями, за коленями, за любыми сухими участками на теле. И смотрите, что для меня было вообще новинкой и откровением. Я такого никогда раньше не видела, но оказывается, такие приспособления есть. Это силиконовый вот такой вот напяточник. То есть, он надевается на пятку. Вот скажите, напишите в комментариях, кто когда-нибудь пробовал спать с целлофановыми пакетами на ногах. Я как-то пробовала делать маску себе на ножке и накрывала, значит, одевала на ноги обычные целлофановые пакеты, сверху носки. И через два часа я просто с воем все это дело снимала, смывала, потому что больше не могла. Оказывается, есть такое изобретение, как вот такие вот силиконовые напяточники. Вот они, то есть, одеваются на пятки и спокойно. Это все чистое, только купленное, поэтому вам решила показать. И также есть вот такие вот силиконовые следочки, которые сами по себе очень-очень мягкие. То есть, здесь нету никаких острых краев. Его тоже можно одевать на ножки и спокойно себе спать, делав вот такую вот, допустим, лонолиновую маску на ноги, и ножки у вас будут мягкие и прекрасные. Более того, друзья, никогда раньше я не видела и здесь увидела. Посмотрите, это вот такие вот напальчники на пальцы ног для того, чтобы также вот делать такие вот маски. Поэтому очень я хочу сама себе тоже приобрести. Это вот все дело не мое, но я вам показываю, как совет от подолога, как, собственно, ухаживать за стопами, за ногами, за пятками. Особенно в летний период это особенно актуально, когда мы ходим в босоножках, в шлепках и, конечно, кожа ног становится очень грубой. Поэтому я себе прям хочу заказать вот такие вот тоже вот эти вот силиконовые чешки, силиконовые напяточники. Вот такой вот, может быть, маленький хиланолин монарда и с удовольствием использовать. Поэтому пишите в комментариях, если вы уже ранее знали об этих средствах и, может быть, вы уже использовали, напишите ваш опыт в использовании вообще какие-то, может быть, лайфхаки, как ухаживать за стопами. Потому что все мы девочки и, конечно, очень хочется, чтобы пяточки наши всегда были гладенькими. Андрей научился говорить, вот черт, откуда я не понимаю, кто это у него, вот черт. Мы вообще так никогда не говорим. Ну что, друзья, сегодня у нас воскресенье, 17 марта, Масленица. Мы приехали на площадь Новособорную у нас здесь, в Томске, погулять, посмотреть, что здесь будет, какие развлекательные, увеселительные мероприятия. Людей много, и мы ищем парковочное место. Как всегда, самая главная проблема – это найти парковку. Когда приезжаешь на такие вот общегородские какие-то большие-большие сабантуйчики. Ты-ка-зюка, ты-ка-зюка, ты-ка-зюка. Обзыван такой стал вообще. Да, обзыван и дразненький, Андрюшка. Ай-яй-яй. Вот, поэтому обязательно вам чего-нибудь поснимаем. Напишите, наелись ли вы вдоволь блинов. Мы просто вдоволь наелись блинов. Мне кажется, за эту неделю по нашим лицам видно. Вот, поэтому пойдем гулять, развлекаться, дышать свежим воздухом и отдыхать. Желтый блинчик. Ну что ж, а прежде чем мы начнем выпекать наши блины, расскажу, как мы это будем делать. Если я схожу блин с горкой, надо собраться в середину круга и поднять ручки наверх. Ну-ка попробуем блинчик горкой. Молодцы! Возвращаемся на места. Если я схожу блинчики трубочкой, нужно сложить блинчик пополам и встать... Ты, Андрюш, в чем будешь? В карете? На лошади, да? На лошади. Да, на лошади. Мне классно. Тебе классно? Морчили, уйти от суеты, не можешь? Потому что слишком уж много людей прокатиться на лошади. Все, погуляли мы немножечко на Новособорной. Приехали вот сюда, вот первый гастро-холл в Томске. Лампочка. Здесь 25 кафе и ресторанов. В общем, пойдем посмотрим, что за новое интересное место. Покажу вам, что мы будем купить. Где мы будем оберегать. Итак, мы по традиции заказали, как всегда, бузы. Ничего удивительного. Потому что я бы заказала не барамен, не бублено, а не 500 классов. Да, мы и бузы – это что-то неразделимое. Я себе заказала лапшу с говядиной в устречном соусе. Заказала такой большой бабл-ти с манго. Вернее, не бабл-ти, это смузи манго какой-то. С бананом, с таппиоками, с манго. Ну, Андрюшки, бузы, водичка. Так что нам приятного аппетита. А, еще тут пончик, да, у Андрюшки? Да, и пончик еще вот такой вот красивый. Так что нам приятного аппетита. Итак, друзья, ну что, у меня тут утро. Я уже сделала утреннюю практику. И хочу вам показать, какой я сейчас смотрю сериал турецкий. Называется «Доброта». Уже я на 22 серии. Интересный сериал. Знаете, сначала он так шел у меня фоном. Думаю, ну, включу, пускай что-то идет. А потом немножечко такой сюжет затягивающий. Поэтому, если вы любите вот эту вот атмосферу турецких фильмов, очень красивых, таких горячих, темпераментных, эмоциональных актеров, то вот советую вам посмотреть. Интересный, современный, легкий фильм про то, как любовница проворачивает дела за спиной там у жены. А потом жена это все узнает. И, в общем, час расплаты очень близок. Поэтому советую вам посмотреть. Но я сейчас буду завтракать. Друзья, хочу вам показать, что мне сейчас пришло, то, что я забрала с пункта выдача в Валбереса. Целый набор вот таких вот вкусных шоколадных конфет. Смотрите, они тут есть разные. Из натуральных фруктов. Чернослив. Абрикос. Финики. Дальше здесь еще есть. И вот черная жемчужина. Есть чернослив белой глазурь. Кондитерская. Очень мне понравились конфеты. Очень вкусные. Смотрите, какая. Я уже разрезала каждую. Посмотрела начинку. Прямо каждую такая конфета полностью. Давай, бери. Смотри, тут уже тянется. Хоп. Конфеты, правда, очень вкусные. Оставлю вам ссылку в описании к ролику. Посмотрите, как заказать. Я заказывала через Валберес. Посмотрите, какое у нас сегодня яркое-яркое солнышко. Я только приехала домой. Я сегодня ездила с утра в больницу на прием к эндокринологу. Вот. И потом заехала. В общем, потом я села на маршрутку. И на маршрутке просто через весь Томск ехала. В наушниках слушала подкаст Татьяны Мужицкой. Кстати, советую вам, если вы любите всякие такие психологические, самоанализирующие подкасты, то вот Татьяна Мужицкая. Очень много подкастов с ней на Ютубе. Я слушала один из них про внутреннюю опору, про внутренний стержень. Поэтому этот час двадцать, сколько я ехала до дома, буквально очень быстро для меня пролетел. И хочу вам показать покупки. Два покажу вам косметических средств, а все остальное будет не косметическое. Сейчас я покажу. Итак, начнем, пожалуй. Я купила два огромнейших вот таких вот продукта. Это синенький шампунь. Не знаю, никогда не пробовала раньше. Какой-то бренд Райн. Софтенс Рестор. В общем, Профессионал, Про 2. Профессиональный шампунь с органовым маслом. В общем, буду пробовать, тестировать. И потом вам дам свой отзыв. Тысячу сразу же миллилитров. Литровый, большой. И такой же купила кондиционер от бренда Райн. Также здесь что-то с алоэ. Здесь какая-то еще травка нарисована. Не понимаю, что. Давайте понюхаем по запаху. Важное, ну что, ориентироваться. Ну, кстати, приятный аромат. Чем-то отдаленно, знаете, напоминает аромат. Вот раньше, я помню, еще в школе я училась. Я часто себе покупала такие кондиционирующие спреи. Вот спрей был у меня от Глескур. И вот очень похожий аромат на вот этот вот спрей от Глескур. И шампунь тоже давайте понюхаем. Ну, шампунь просто аромат какого-то мыла, жидкого. Ну, тоже сильно не навязчивый. Такой очень легкий, приятный вполне себе аромат. Так что вот буду с удовольствием пользоваться и шампунем, и кондиционером. Потому что мои уже заканчиваются. И, друзья, нас ожидает большое великое дело. Так, пришла весна. Скоро дачный сезон. И раз. Два. Это такие вот торфяные горшочки для рассады. Я буду сама пробовать садить рассаду, высаживать. Вот сейчас хочу. Ну, в смысле, вот в конец марта я буду как раз этим заниматься. В начало апреля. В общем, купила 20 вот таких вот торфяных, значит, вот таких вот горшочка. Чем удобны торфяные горшочки? Это Ксюша, ботаник-городник, вам сейчас все расскажет. Секреты, Ксюша, начинаются. Ладно, я просто сама на себя прикалываюсь. Потому что для меня это первый вообще в жизни опыт. И в прошлом году только у меня появилась первая дача. Если вы смотрите все влоги, то вы, наверное, знаете. И я первый раз садила сама огород в прошлом году. И в прошлом году мне рассаду садила мама. Привозила огурцы, привозила... А, а перцы с баклажанами, по-моему, я сама покупала на рынке. А в этом году хочется сама попробовать. Вот я взяла вот эти торфяные горшочки. Мне кажется, и с Андрюшкой тоже будет интересно это повысаживать. В саду они уже посадили рассаду. И тоже смотрят, как там у них на подоконнике огород. В общем, все растет. Также, значит, я купила вот такой вот торфяной грунт для высадки. Надеюсь, что мне хватит. Ну, так вот я прикинула. Если здесь 5 килограмм, а здесь примерно стакан 200 грамм, то, соответственно... Ну, в общем, короче, должно хватить мне 20 этих как раз стаканчиков для вот такого вот мешка грунта. Я купила разные семена. Вот, я тебе покажу. Такую лопатку купила для того, чтобы зиму можно было подкапывать и накладывать вот эти стаканчики. И купила разные семена. Обзор семян на моем канале. Такого еще не было. Итак, томат абаканский розовый, среднеспелый, популярный, крупноплодный салатный сорт. В общем, какая история у меня с помидорами в прошлом году была? История следующая. Значит, помидоры у меня... Я садила два сорта. Один был какая-то спелая вишня, по-моему, называлась. Они росли как помидоры черри. Такими как... Ну, маленькими, в общем, гроздями. Они у меня созрели. Я их сняла еще зелеными, потому что у нас резко стало холодно, и надо было их зелеными снимать. И после чего они у нас пролежали там в тазу накрытые тряпкой в темноте, наверное, недели-две. И после чего половину из них я просто выкинула, потому что они просто все заплесневели. И, в общем, непригодные были к еде. Но в этом году я буду умнее. Во-первых, я их сниму чуть-чуть пораньше, до морозов. И, ну, попробую еще раз второй шанс дам. В общем, два вот таких сорта купила. Абаканский розовый и томат хурма. Желтые. Желтые помидорки, мне кажется, это прикольно. И вот такие вот... Я прям представляю, какие они розовые, такие мясистые, вкусные. Поэтому попробую посадить два сорта этих помидор. Также купила огурцы. Тоже два сорта. Огурецка питошка. Вот такой вот он, такой, знаете, как много-много там вот этих вот пупырышек. И огурцы зазуля. Вот. Насколько я знаю, зазули, они очень такие неприхотливые. И вырастают длинные, как мечи. И еще и могут завиваться и сгибаться. Но суть в том, что сколько бы они ни были на грядке, они всегда не горчат. Ну, я так просто понимаю. И тем прикольно, потому что мы приезжаем раз в неделю в основном на дачу. И за неделю, в самый рассвет, когда огурцы надо снимать, их надо снимать там через каждые два дня. Они растут, 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 растут. А вот эти зазули, мне кажется, что они будут долго на грядках. И... Ну, короче, попробуем. Посадим. Капитошку и зазули. Два сорта огурцов. Огурцов. И два сорта перцев. Перец сладкий белозерка. Вот такой вот желтый. И вот этот вот красивый перец сладкий геракл. Наверное, может быть, геракл даже надо было бы больше взять, потому что такой красный, тоже мясистый. Мне кажется, будет вкусно. Так что вот такие вот, друзья, вот такой вот контент. Как вам садоводнический? Скоро дача. Уже очень хочу на дачу, потому что заколебала эта зима, заколебала этот мороз, заколебали эти шапки, куртки, штаны, ботинки. Вот это бесконечное все. Одеваемся, 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 одеваемся. Хочется уже раздеться, хочется тепла, солнца, лето. И вот я сейчас прошлась по улице, и прям солнышко светит. Уже надо очки солнечные доставать. И прям очень даже приятно, что тепло к нам наконец-то приходит. Хотя вчера еще было на улице минус 16 градусов. И ночью сегодня было минус 16 градусов. У меня вчера, знаете, была такая сильная головная боль. Я думала, я сойду с ума просто. Я померяла давление, у меня давление было 130. В общем, понимаете, да, вот этот возраст уже, уже когда тебе за 30, и ты такой уже покупаешь рассаду весной, и меряешь давление, когда у тебя болит голова. Знаешь, что вот оно на старости где-то рядом. Так что такие вот дела, друзья. Надеюсь, этот влог для вас был интересным и полезным. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Ну, а, собственно, сам процесс рассады, как я буду делать, садить, делать рассаду, вы увидите на моем втором канале. Поэтому ссылка всегда в описании к ролику. Подписывайтесь на мой второй канал о ведении домашнего хозяйства, о готовке, об уборке. И, в общем, то, что преследует нас на протяжении всей жизни. К сожалению, это такая рутина, от которой их никуда не деться. Все. Надеюсь, этот ролик был интересным. Всем пока-пока.